Вообще в отделе продаж, если вы хотите, чтобы продавцы постоянно развивались, росли и команда усиливалась, нужно каждый день с ними проводить собрания, чтобы они были с вами на одной волне и вдыхать в них мотивацию, силу и энергию. И важно не то, сколько проводится собрание, важно качество, как оно проводится. То есть цель собрания это зарядить команду на успех, сфокусировать их и в принципе задать им правильную скорость для выполнения целей на день. Потом после мотивационной части можно пройтись по двум-трем ключевым возражениям, с которыми сотрудники могут сталкиваться от клиентов, чтобы у них была уверенность в звонке, если они это возражение услышат, чтобы они могли его спокойно отработать, чтобы это не было каждый день, как странно, сюрпризом для менеджера. И важно еще понимать, что когда у вас команда сильная, вы их заряжаете и даете какое-то упражнение, например, отработка каких-то возражений. Пока вы этот инструмент 100% не отработаете, и они не будут знать это на ура, переходить к следующему инструменту нет смысла. То есть лучше их не расфокусировать, там 100 разных каких-то фишечек давать, а давать там 1-2, чтобы они ими пользовались. Когда они научатся этим пользоваться, то переходить уже на следующий этап. То есть когда они обкатают какой-то прием, это по сути им и придаст уверенности, они будут знать хорошо продукт, и это могут транслировать клиентам. Либо если у вас есть какой-то оффер, не знаю, увеличим продажи на 10%, на 20% или там еще что-то, чтобы люди были в этом уверены. То есть вы менеджеров мотивируете, потом должен быть сильный продукт, чтобы это допилить, либо донести менеджерам, каким образом человек, который вас купит, придет к тому результату, который вы обещаете, чтобы они были уверены, и это были не просто громкие слова, а какие-то твердые были доказательства внутри этого. Ну и потом собственник работает над продуктом, менеджер, чтобы его продавать. Вот и все.